В областном центре продолжается диспансеризация населения. Сдать анализы можно в обычной поликлинике по месту жительства. Однако среди пациентов есть и маломобильные граждане. В таких ситуациях врачи сами приходят домой. Валентине Блинковой 79 лет. У нее статус дитя войны. В юном возрасте было много переживаний, говорит пенсионерка. Одна оккупация чего стоила? Мы очень много страдали, тем более мои родители. Я выросла в Полтавской области, под Киевом, недалеко. И у нас началась война сразу. Валентина Лазаревна старается следить за своим здоровьем. Однако поход в поликлинику невозможен, у нее артроз. И тогда к ней пришли врачи, взяли кровь на анализы, сделали электрокардиограмму, проверили давление. Они меня все обследовали, потому что я каждый год стараюсь пройти диспансеризацию. И поэтому очень благодарна сегодня, потому что я сейчас уже возраст. Мария Ханова участковый терапевт. Она внимательно зафиксировала жалобы пациентки на здоровье. Эти сведения помогут назначить правильное обследование. Общую картину дополнят результаты анализов. Уже по результатам обследования будет производиться второй этап диспансеризации. Это, если нужно, будут какие-то специалисты узкие приедут на дом или уже будут приглашать в поликлинику. Поликлиника обслуживает 15 тысяч льготников. Из них более 6 тысяч – дети войны, говорит Валентина Караулова. К ним у медучреждения трепетное отношение. Такое же, как к инвалидам и ветеранам войны, а еще труженикам тыла. Есть возможность направить в госпиталь при необходимости, в какое-то другое лечебное учреждение. То есть, все решаем по мере того, в чем нуждается тот или иной ветеран. По словам Валентины Карауловой, диспансеризация на дому – это не аккордная работа ко Дню Победы. И проводится она строго по плану. В среднем это 10-12 выездов на дом ежедневно. До конца года обследуют всех льготников войны. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск.